Здравствуйте, приветствуем вас, это эфир Апостров, а сегодня у нас в гостях Игар Ташкевич, эксперт программы международная внутренняя политика аналитического центра Украинский институт будущего. Игар, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу начинаем с самых свежих новостей. Киев грозит отказаться от соблюдения минских соглашений, если в ЕС снизят давление на Россию. Сегодня об этом заявил Клинкин, как реакцию на то, что Германия, в том числе и Франция, рассматривают возможность снятия санкций с Россией. Он сказал о том, что если так, тогда мы не будем соблюдать минские соглашения. Слишком ли громкое заявление? Знаете, это заявление, чем его сравнить? Вспомните заявление по Северному потоку пару лет назад. Там было то же самое. То есть это вот из старого мультика есть у тебя план Б, мистер Фикс. Есть у меня план Б. Вот у нашей политики плана Б нет. То есть они сами придумывают сказку, в которой живут, когда получается, что немножко не так, то сразу ой-ай, и начинается нервная реакция. Причем это нервная реакция, она зачастую идет в публичном бою, и в результате мы получаем еще больше проблем, чем имели в начале. То есть давайте так. О том, что санкции, эта вещь временна, о том, что они могут сниматься и так далее, если не ошибаюсь, аналитики говорили где-то последние два года. Наш МИД, администрация президента, наши депутаты отвечали, что Церция не снидается, и такого быть не может, потому что такого быть не может. Но ребята, а такое быть может, потому что санкции накладывают в расчете на, во-первых, какие-то действия всех сторон заинтересованных конфликте, в расчете на какой-то эффект. Если говорить о санкциях против Российской Федерации, то как бы там ни было, они рассчитаны на достижение эффектов в недалеком будущем, имеют 5 действий. То есть для Украины это космическое будущее. Чему уведомно? Возьмем, например, американские санкции по ракетной программе Российской Федерации. Вот если тот и зритель думает, что их наложили после агрессии Российской Федерации против Украины, а-а! Их наложили задолго-задолго до того. То есть это был еще корейский пакет, то был иранский пакет, потом, если не ошибаюсь, чуть-чуть попали в венесуэкском пакете, потом попали немножко в первом сирийском пакете, это еще до входа в войну Российской Федерации. И уже потом украинский. Как это происходило? То есть есть два типа санкций. Есть полный запрет, заморозка активов, то, как говорится, за что отвечает казначейство. Есть санкции Менторга. Санкции Менторга там интересны. Там большой список, если брать российские вхождения около 400 с копейками, там идет по части компаний по умолчанию запрет операции, по части сообщения. Но даже по умолчанию запрет операции работать все равно можно, просто на каждую операцию просишь разрешение. Что это дает? Любой, кто работает с компаниями с санкциями Менторга, он должен понимать, что в любой момент времени без излишних предупреждений могут затребовать всю документацию по контрактам, по контактам с этой компанией. В любой момент времени может быть произведен аудит всех финансовых сделок. В любой момент времени может быть произведено, скажем так, принято решение о покачальном запрете. Соответственно, что это дает? Это дает. Страховка любых экспортных контрактов, она вырастает в разы. Она становится просто космически дорогой. Ни о каком долгосрочном стану речи не идет, ни о какой передаче технологий речи не идет, потому что это просто опасно. Ну и санкции, соответственно, казначество, тем более. И если посмотреть российскую космическую программу, её вложили санкциями в 10-15 назад. И на тот момент для России в конце было всё равно. Ещё даже пять лет назад Россия проводила запуск в космос, я не говорю даже о военных запусках в космос, гражданских, в два раза больше, чем Китай или Соединённые Штаты Америки, чем любая другая страна, как минимум в два раза больше. Сегодня Россия произвела вот за 18-й год два раза меньше запуск, чем Соединённые Штаты Америки и Китай. Вот так работают санкции, они работают сегодня на сегодня. Потому что сегодня на сегодня, как раз в операционном будущем, в год-два-три, Россия ничего не окружает, но её важнее цена на нефть. И даже если смотреть и историю Венесуэлы, кстати, под санкциями, историю Российской Федерации, то пока что, наоборот, они будут накапливать свои ресурсы. Здесь же как и европейские, как и американские, они же больше персональные санкции, извини, что происходит. Нужно персональные, это вообще ни про что. Европейские не только персональные, то есть, да, большая часть санкций государственных... Здесь просто интересно, речь именно о каких санкциях поснять идёт люди? Ну, в том-то и дело. Персонально это вообще ни о чём. Давайте говорить прямо. Если мы говорим о санкциях, которые касаются компании, то европейские тоже ограничения, например, по нефтедобыче, передаче технологий, передаче определенного типа оборудования, которое может использоваться. Вопрос по местным соглашениям, ну, как вам сказать, в принципе, с точки зрения вот такой нормальной странной логики, рано или поздно выходить из этого процесса нам надо. Но, вопрос в чём, что как заключались эти соглашения? Давайте вспомним первое и второе. То есть, мотивация сторон. Европейский союз в лице Германии и Франции подписал, либо вначале ещё собирался подписать выборы в ассоциации с Украиной. После Майдана, эйфории, и было желание поддержать Украину. Есть вторжение Российской Федерации, есть агрессия. Называть агрессией, как говорится, стороны – это бояться. При этом их была идея, мотивация европейской части. Создать возможность передышкой, чтобы Украина сосредоточилась на реформировании самой себя. То есть, когда Украина становится сильнее, вернуть к этому вопросу. Мотивация Украины. Ну, вспомним 14-й, либо даже 15-й год. То есть, и Минск-1, и Минск-2. Это, значит, получаем выбитая значительная часть техники, которым необходимо остановиться, необходимо фактически создавать армию. То есть, тоже нужна передышка, хотя бы на восстановление боеспособности. Мотивация Российской Федерации, 14-й год. Да, они, назовём так, вторжением спасли так называемый ЛНР, ДНР, но с другой стороны создалась такая ситуация, при которой вариант Новороссии, там, либо Русской Весны, на большей территории было уже невозможно. Потому что с точки зрения военного захватить большую территорию, это не проблема, но вот ты захватишь, и возникает вопрос, а с кем ты будешь управлять? Вот, то есть, вопрос удержания. То есть, для России это тоже было не слишком выгодно. Поэтому, для Российской Федерации тоже нужно было время для того, чтобы создать какую-то систему управления, систему существования этих квази-государств, на первом территории, и с другой стороны подумать о контрах будущей политики в нашей стране. То есть, этот формат был выгоден абсолютно абсолютно? Да, этот формат был выгоден абсолютно всем сторонам, как затягивание премии. Вернемся, но хочется закончить, говорить про Клипки. Да, с господином Клипки. Понимаете... Во-первых, по Европе. Насколько правильно им сейчас поднимать этот вопрос снятия санкций, после того, как Путин практически начал выдавать гражданство нашим жителям? А вот теперь давайте по гражданству. Вот, если мы говорим о Путине, у него есть хорошее такое выражение, давайте отделять мук от котлет. Итак, с точки зрения гражданства. Во-первых, вопрос на засыпку тут не столько к вам, сколько к зрителям. Сколько указов Путина было о гражданстве для его границы? Сколько? Два. Первый когда? Первый в апреле, второй первом марте. Вот, и тут мне интересно, прошу вас еще не загубить, какого лешего в нашей политике обсуждает один, обсуждает второй, хотя не в комплексе? Либо они просто читать не умеют. У меня была интересная ситуация в эфире с одним из телеканалов, когда как раз уже вышли указы, уже опубликованы, сидим, все обсуждают, какой Путин нехороший, как и так далее. И как минимум трое депутатов Верховнорады. Всего 9 человек. Я задал один очень простой вопрос. Господа, кто из вас читал, указов на Путин. Какого из вас искупается, в ответ тишина. То есть, знаете, это получается, что я Пастернака не читал, но тоже осуждаю. То есть, если ты хочешь выработать какой-то формат противодействия, хотя бы изучим отчасти. Итак, первый указ Путина. Первый указ Путина – это об упрощенной системе предоставления гражданства жителям Куртула. Точка. Там больше ничего нет. При этом ссылка на миграционный законодательство, то есть, подача анкет и оформление документов осуществляется Министерство внутренних дел, как правоструктура, которые ответственны за это, в тех территориях, где МВД работает. То есть, на территории Российской Федерации. Что тут можно предвести? Тут можно предвести нарушение, условно говоря, духа соглашения. Каждое государство – это суверенное право любого государства, независимого, определять правила предоставления и лишения гражданства своего государства для лиц, рожденных в другой стране. На чем можно было бы ловить, на чем надо ловить? То, что меня вызывает, скажем так, определенный оптимизм – это то, что, по крайней мере, военные разведчики начали отслеживать саму процедуру. То есть, где тонкое место? Тонкое место в случае, если… Первое собеседование по собранным анкетам. То есть, анкеты могут собирать фирму-посредники. В принципе, это ничего, как говорится, тут доказать сложно. Но первый же работник, либо уполномоченное лицо Министерства внутренних дел Российской Федерации, которое на территории так называемых ЛНР, ДНР, возьмет анкету в руки, либо задаст хотя бы один вопрос, то есть, он приступит к исполнению своих служебных обязанностей. Министерство внутренних дел Российской Федерации не имеет права действовать на территории другого государства. Санкции за просто раздачу паспортов, теоретически, они могут быть, ну, исходя из духа, исходя из, как говорится, ценностных подходов. Но проблема в чем, что каждое государство, которое накладывает санкции, оно преследует свои собственные цели. Российская Федерация пытается, ну, в определенной степени выступает балансиром усиливающейся влияния Китая. Российская Федерация вытягивает трудовые ресурсы из государств Средней Азии. Ну, сейчас уже в меньшей степени, потому что, по крайней мере, Узбекистан, Казахстан начали развиваться сами, но как бы там ни было, тянет. И тем самым не дает там возникнуть какому-то аналогу исламского государства. Российская Федерация, она задействована в пикировке и решении кризиса вокруг Ирана. Российская Федерация задействована в Сирии, где она, в принципе, надо отдать должное, относительно успешно провела, скажем так, операцию вместе с Турцией и Ираном, построив одну ось просто дипломатическую. Проблема Турции. Дальше идем. Россия влезла в Ливию, Россия влезла и, прошу прощения, Ливия и Лжир — это поставщики газа и нефти на территорию Апрельского Союза. А вот теперь давайте подумаем, насколько Германия и Франция, учитывая, что они не видят прямой военной угрозы со стороны России для себя, как бы наши политики не пытались представить, насколько им выгодно в таком случае идти дальше на повышение ставок. Им было бы выгодно идти дальше на повышение ставок, если бы из Украины пошел бы явный сигнал. А именно, если бы Украина ответила на вопрос, зачем Украина нужна Европе. Не потому, что мы красивые, а условно говоря, функционал государства. Но вы президент и его команда должны дать ответы на все эти вопросы? Они обязаны дать ответы, потому что иначе это будет огромная проблема для Украины. Вот этот аргумент, что мы стоим на пути того, чтобы Россия не... Он не действует, он не работает. Он работает только на несколько небольших стран, которые параллельно решают свои собственные проблемы. То есть этот аргумент активно поддерживает страны Балтии. И то, заметите, не все страны Балтии. То есть активнее всего Литва, которая пытается за счет этого на своей базе создать. И регионально, если можно так сказать, регионально, учитывая масштабы прибалтийских государств, военный, логистический, нефтегазовый хаб, окей. Это использует Литва. Это использует Польша. Та же самая Польша, если не ошибаюсь, два года назад форум в Крынице. Господин Гройсман выступает. Там европейские политики, бизнесмен и так далее. И господин Гройсман заявляет, давайте, вы будете вкладывать наше сельское хозяйство, и мы будем продавать вам нашу продукцию. Это он заявляет политикам, у которых есть проблема, сколько надо заплатить фермеру, чтобы они производили больше. То есть понимаете, вот гениальность вот этой конструкции, она просто поражает. А ведь можно было бы сказать, что, ребята, давайте мы создаем условия. У нас есть голодная Африка. У нас есть страны Азии. Давайте мы туда пойдем. Да, они имеют определенные ограничения на торговле с Европейским Союзом, но Украина не подпадает под эти ограничения. Вы видите, за эти пять лет они даже не упростили для иностранных инвесторов защиту их права. Это уже вопрос... Это уже какой-то элементарный... Я прошу прощения, а вот это мы уже возвращаемся к Минску-1 и Минску-2, то, что от нас ожидали. Нам Германия и Франция дали передышку, обеспечили в принципе своим политическим влиянием. Окей, мы ее воспользовались или нет? Еще Климкин сказал, что он анонсировал так называемые сюрпризы в ответ на решение России об упрощении предоставления российского гражданства украинцам. Я его цитирую, прямая цитата. На самом деле будет несколько сюрпризов. Есть идеи, связанные с применением практических, технических вещей биометрии. Есть идеи, связанные с последующей переписью населения. То есть очень-очень многое. Такая вот расплывчатая цитата. Но нужно ли было делать такой какой-то странный анонс, учитывая, что скоро будет анаугураться новый президент, его команда? Вот такие вот странные анонсы. У нас было очень много таких громких заявлений. Понимаете, в политике когда рождается уважение, когда рождается субъектность государства. Помните, в свое время с Януковичем смеялись в 2010 году, когда они продвигали тему «пацан сказал, пацан сделал». Вот понимаете, пусть утрирую, но если на международной арене «пацан сказал, пацан сделал». У нас пока что пацан сказал раз, пацан сказал два, пацан сказал три. Пацан забыл, что он сказал в начале. А вопрос, где сделал? Тут интересно, есть ли на самом деле вот этот план, вот этот так называемый сюрприз? Слушайте, я очень сильно сомневаюсь. Чем на самом деле могут ответить? Давайте возьмем из того, что говорил Зеленский. У него было два заявления. Первое заявление, помните, о паспортах. Второе заявление о том, что общего мы имеем с Россией только в границе. Вот как раз-таки мухи-катлеты, либо как в Одессе говорят, в шашечке или поехать. Итак, заявление номер один. Что такое раздача паспортов российским позиционерам? Я уже приводил пример Литовскую Республику. Государство маленькое, но внешнеполитическому ведомству Литовской Республики надо поставить памятник, их надо изучать, потому что очень цинично, очень жестко, очень зубасто введут свою политику. Давайте посмотрим. Форум свободной России. Сколько раз уже проходил в Вильнюсе? И сколько там именно в Вильнюсе сидит российских позиционеров? Возникает вопрос, зачем? Ведь часть из них это явные черносотинцы, которые говорят, что Литовская Республика... А сколько раз проходил? Если не ошибаюсь, два раза полномасштабно и рабочие группы, по-моему, 4 или 5 лет собирались. Для чего? Даже если оппозиционеры не слишком хорошо относятся к Литовской Республике, что это такое? Это представители политических элит. Не привластных, но оппозиционных. Что это такое? Источник информации, настроение, выход на людей, выход на контакты, возможность какого-то лоббирования. И маленькая Литовская Республика понимает, что Россия — это большая угроза. Но об угрозе надо знать как можно больше. Потом она притягивает этих товарищей и начинает смотреть, начинает с ними работать. Начинает из них создавать пролитовское лобби. Почему бы нет? Смотрим, что мы делаем в Украине. Мы можем просто закрыться, но это как боксик в любом спорте. Если ты просто закрылся и пытаешься уворачиваться от ударов, рано или поздно тебе прилетит. Причем прилетит больно. Потому что вечно уворачиваться не получится. Или ты отвечаешь? Вот первый ответ, почему Путин сразу начал говорить абсолютный идиотизм про «давайте обменяемся гражданством» и так далее. Потому что Зеленский пытался вырвать инициативу. И Владимир Владимирович Путин к такому не привык. То есть он уже привык, что я царь, а все остальные немножко меньше. И тот вдруг какой-то там мелкий, который вот, кто ли клоун, кто ли кто, он вдруг начинает диктовать слой. Ай! А вот второй ответ Зеленского про общую границу, это уже были шашечки. Это уже был ответ на внутриполитическое украинское поле. Потому что первый ответ не поняли. Нам нужны главные лозунги. Хорошо, он сказал лозунги. И вот на этом подходим, кстати, ко второму указу Путина, если говорить о гражданстве. Господин Клинкан обсуждает первый. Хорошо, теперь давайте второй. Второй указ Путина, 1 мая. Это предоставление гражданства. Во-первых, тем людям, которые проживали в Крыму до аннексии, но выехали. Второе, тем людям, которые проживали в Крымской ССР и потомкам тех, кто был депортирован из Крымской ССР когда-то. Что это такое? С точки зрения норм, это закон полностью, точнее этот указ полностью соответствует норму про репатриацию. Это такие нормы есть в Венгрии, в Польше. То есть, если даже будут обвинять, Путин скажет, ребята, я делаю то же самое. Потому что в некоторых государствах репатриация происходит по этническому признаку, в некоторых по гражданству. Но тут очень интересно. Люди, которые проживали в Крыму либо до аннексии, вот эта часть людей, которые живут в том числе на территории Украины, а вторая часть, те, кто был депортирован из Крымской ССР ранее. Кто был депортирован? Крымские татары. Теперь смотрим. Есть у нас крымские татары, у нас есть Меджилис, у нас работает крымское телевидение и так далее. Есть определенное количество мигрантов, есть большое количество крымских татар на территории Крыма. Причем Россия уже смогла их немножко разделить. Меньшая группа, она все-таки сотрудничает с Россией. Там есть и свой телеканал достаточно мощный, и группа культурнических организаций, даже своя партия, якобы партия Мелефирка. Есть целая сеть уже пророссийских крымско-татарских организаций, но они пока что численно не дотягивают до влияния Меджилиса. А теперь смотрим, кто потерял право на репатриацию и с кем Украина практически не работала. В Узбекистане по разному оценку проживает до 200 тысяч крымских татар. И последние несколько лет Украина не давала им права уезжать, не давала им паспорта. Они уезжали с временным видом на жительство. И вдруг Российская Федерация говорит, ребята, все к нам. Что получается, если даже приедет 50 тысяч крымских татар в Крым, которые будут лично благодарить Путина за возвращение на родину? Насколько будет сильна наша позиция по Крыму? Потому что крымские татары – это один из наших козырей. И вот тут мы приезжаем к проблеме. Но господин Климкин, как министр иностранных дел, он в этом проблемы не видит. Хотя, прошу прощения, это одна из ключевых проблем, которая разрушает основу нашей внешнеполитической комбинации. Вообще, можно было бы упростить получение украинского гражданства. Потому что у меня знакомые, которые пытаются получить, это целая огромная процедура, это длинный путь. И насколько это правильно действительно сделать для тех же крымских татар? Для крымских татар, в конце концов, почему бы не выполнить обещание Петра Алексеевича Порошенко, что иностранные добровольцы, которые воевали за Украину, не получат украинское гражданство. Какая должна быть политика Зеленского именно с нашими людьми на Донбассе? Потому что, что меня лично задело, как гражданина Украины, это заявление, такая цитата Андрея Ревы, нашего министра социальной политики. Он, конечно, уже сказал о том, что это было вырвано из контекста, но можно прочитать его интервью BBC. Он сказал, что все, кто были проукраинские, все выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии, там и тут пусть потерпит. Мне не жалко никого, абсолютно честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров, которые убиты там за этих мразей. Насколько вообще правильно, чтобы министр, депутат или вообще украинский политик говорил о людях, которые пытаются вернуть состав Украины? Смотрите, снова возвращаемся. Нам нужна территория для людей. Понимаете, с точки зрения, если говорить о тех людях, которые активно и по своей воле взяли руки в оружие и стреляют в украинских солдат, в украинских силовиков, в обычных украинцев, но, прошу прощения, тут вряд ли моя оценка будет более цензурной, чем то, что сказал господин Рева. Но проблема в другом. Проблема в том, что если мы воюем в первую очередь за людей, потому что вернуть территорию — это не такая большая проблема. Вопрос, что мы дальше будем с ними делать. Нам нужна информационная политика. Говоря о Зеленском, я бы использовал даже не столько слова «политика», сколько информационная интервенция. И фактически сами жители оккупированных территорий подсказывают, что ребята, стимулируйте создание местных ресурсов, которые говорят на понятном языке. Я не имею в виду, скажем так, просто языковой вопрос. Я имею в виду понятную систему координат, понятными ценностями. Апеллируют к тем вещам, которые действительно важны для этих людей. Создавайте такие структуры, которые будут реально работать на изменение общественного мнения. За первые 100 дней, если вы читали, есть уже так называемый план первых 100 дней Зеленского, можно ли успеть начинать закладывать вот эти кемпички? Начинать закладывать, только начинать закладывать. С точки зрения даже 100 дней, берем политику по Донбассу. Что делать с Донбассом? Есть определенные наработки сразу нескольких аналитических центров. Вот теперь представьте, что вот этих людей, у каждого из которых, скажем так, само мнение, я тоже не исключение, больше его роста, их садят за одним столом. Вот они и каждому говорят. Вот теперь ребята выкладывают в том числе ту информацию, которую вы нарыли, которую вы не хотите делиться вашей рабочей. То есть нужно определенное время, чтобы убедить, потому что не все будут согласны. Хорошо, у каждого свое видение. Собрались, выработали, то есть взяли какие-то, скажем так, ценные идеи, их собрали в один документ. Хорошо, собрали в один документ. Дальше, когда у нас есть определенная стратегия, определенное видение, что мы должны делать. Следующий этап, мы должны подумать, кто это будет реализовывать и какие нам деньги на это нужны, на каком этапе. Соответственно, нам нужно тогда уже искать исполнительное министерство и так далее. То есть фактически создавать уже группу. А теперь смотрим. Средний, скажем так, более-менее нормальный аналитический документ, даже если у тебя есть данные, он вырабатывается. Пусть это будет аврально, пусть все забудут все, но это на протяжении месяца минимум. 30 дней у нас согласование. Пусть это будет тоже аврально, всех заперли в одной комнате, приносят покушать и никуда не выпускают. Пусть это будет в таком случае неделя. 37 дней. А если эти наработки передадут команде Зеленского, чтобы было быстрее? Так это в любом случае с командой будет делать. А команда, что команда у Зеленского, это как раз таки чем он и берет, чем он и лучше, что он собирает абсолютно разных людей, которые точно так же спорят, точно так же пытаются в спорах выйти на какое-то решение. А это ничем не лучше. Это то же самое. Тем более, что к командам, к тематическим аналитикам и привлекают тоже, их можно тоже очень часто называть членами команды, если просто все, кто заходил в тот офис, если всех обзывать участниками команды. Поэтому это нисколько не упрощает процесс. Есть временные рамки любого процесса. Как минимум 30 дней, если взялись хорошо, начали, окей, потом подобрали людей и так далее. Определенно зачатки. То есть к 100 дням можно выйти на целостное видение и примерно, скажем так, примерный план, то есть контуры плана на пару лет. Но вопрос в том, если по команде, то давайте так, у Зеленского та же самая проблема. Еще берем из актуальных кризисов нефтяного кризиса, кризис отношений с соседями, кризис налоговой системы, кризис выплаты долгов, кризис политически неуправляемой системы, кризис информационного влияния Российской Федерации, кризис Северного потока-2. То есть это все те вещи, по которым нужна аналогичная работа. Поэтому вот снова-таки передавать просто все команде. Вот мы вам принесли папочку, а вы думаете, прошу прощения, это уже 8, не считая Донбасса, 8 тем, Крым 9, Азов 10. Вот. Это темы, над которыми надо работать. Все-таки удастся ли Зеленскому работать на объединение Украины, а не ее, как всегда, разделение? Не как всегда, как была политика последнего времени. Праздники, какие мы празднуем, язык, на котором мы разговариваем, религия. То, что вносит там… Даже переименование улиц не всегда проходит так общественно. Ну, знаете, я на это надеюсь. Или он скажет, что, смотрите, у нас сейчас в приоритете экономические вопросы, мир, а с улицами, языком мы разберемся потом. Вопрос в чем? Трогать эти вещи, то есть в любом случае или власть показывает определенный эффект с точки зрения функционирования государства, потому что, как минимум, государство на машинах должно стать субъектом. То есть хотя бы наши законы должны исполняться. Ну что ж, Игорь, спасибо вам большое за столь интересное интервью. Игорь Ташкевич был нашим гостем. Спасибо, что смотрели нас. И не забывайте подписываться на наш YouTube канал.